Вот и комментарий, который непонятно вообще к чему привязан 601 Будем смотреть на второй сет Можете начинать Да, и не путайте Если вы составили до того, как мы назвали конкурс Допустим, вы написали там 599 И ваш комментарий просто не засчитан Вы пишите еще раз Чтобы попасть уже в конкурс Это, естественно, не считается За то, что ты написал два раза А, даже не 600 Ну ладно, пусть 600 Пусть 600 уже назвал Ну да, надо будет потом пообщаться Я думаю, что Это прикольно Просто мне кажется, что нужно, во-первых, вариативность конкурсов придумать И чтобы люди Были тоже как-то вовлечены в проект Потому что, знаешь, иногда там Анализируешь чего-то А есть там, знаешь, люди Которые там До секунд угадывают результаты Понял? Это пацановки просто Жесткая интуиция Либо они секунд получше, чем стримеры В дотке Че молчим? Я перевариваю Читаю тут Перевариваю Перевариваю Да, в общем, конечно, хрень Да нет, не хрень Да какой не хрень 12 минут Блин, 12 минут Быстрее только им 5 проигрывали Не, ну За 6 минут Опять же Они могли помучиться И до 30 минут дотянуть Непонятно ЦК Висп Ой, ЦК Дайвинг Магнус Пик Виртус Про Да, конечно, вот в такие минуты Игрокам просто Вот если у них действительно Там Что-то внутри Там надломилось Или как-то идет разлад Им просто не позавидуешь Потому что нам-то Это все смотреть А им-то еще и играть надо И это, конечно Бывает тяжело Но я не знаю Как там все на самом деле происходит Никс, Баунти, Дарксир и Бэтрайдер Были в бане Висп, Котел Ну и что сейчас пикнут им перцы Блин, я что-то не понял Я что-то по коду в это Не могу в чате банить Вот как так Почему? Не знаю, раньше была опция Правой кнопкой У тебя не всплывает окошко? Только сообщение написать Не знаю У меня просто правой кнопкой И всплывает сразу Окно с баном Никаких сообщений Я написать не могу Вообще никак Надо спросить Лайфстиллер Уже что-то такое было Подобное Сразу Квапа Отправляется в бан После этого Лайфстиллера Быстро пошли банить Не успел вообще коммент Прочитать Честно говоря Даже и не хочется Блин, вот то, что вынуждает ВВП Когда есть там Висп Брать Хаос Кнайта Просто из-за того Чтобы не давать Эту связку Мне кажется Конечно Надо НСу Что-то другое Тренировать Потому что это неправильно Брать Хаоса Только из-за того Чтобы не дать Ну Использовать не баном А именно пиком Не, ну а что В прошлый раз Хаос зашел великолепно Если бы только Иллидан не врывался Там какая разница Хаос или не хаос Если бы Иллидан врывался На любом абсолютно герое Так как он врывался На том хаосе Было бы все плохо И игра была проиграна Отнюдь не из-за хаоса Она была проиграна Несколько По другим причинам Ну вот кстати Частный пик ВП Вот больше намного нравится То, что есть хотя бы Что-то массовое Вот там вот Где вторая игра была Помнишь, когда Ну еще в финале Венеров Вторая То там Когда ВП в начале Ну вот Более-менее Хорошо все делали Там не было Чего-то массового А у Эмпайр Было несколько массовых Скиллов То сейчас есть И Магнус Есть и Энигма То есть если там Все срастется То с лайфтиллером Можно будет что-то сделать Ну как-то Вот что-то я верю Что ВП выиграет Эту игру Пожарю говорит Голос Энигмы Да Я бы хотел верить Чтобы ВП выиграли Мне даже уже не хочется Не столько победы Сколько просто достойную игру Увидеть Чтобы сказать Как там После Asus Или Star Wars Что да Это было круто Пусть и проиграли Но Это было реально круто Чем То что сейчас Продолжают там Оставлять Комментарии Интересно Сработало ли Не Ни хрена Не сработало Я думал комментов Будет после того Как мы сказали Что типа Один комментарий Всего меньше Но их все равно Очень много Не реально Что-то надо Придумывать с этим Просто Вот так вот Надолго Меня не хватит Да ладно Ладно Все Не это Без паники То есть Я-то Я-то Не против Против конкурсов Я даже За Только Чтобы Это Как-то Было Попроще Может быть Чем-то Видишь Мы Поэкспериментировали И Собственно Просто Сделан На новом Сайте Просто Удобный Интерфейс Для этого И все Тогда Новый сайт Еще Дожить Надо Немного Осталось Смотри Пука Взяли Не помню Пука Да Я тоже Пак Не помню От империи Я не знаю Кому они Отдадут Но Стойкое Предчувствие Что Фаник О боже Это Уже Знаешь Это По-моему Крик Отчаяния От Унесса Да Не Он любит Зевса Это Блин Вообще Прикольно Мне кажется Висп Будет Искать По карте Бедного Маленького Дедушку Да Мне кажется Лайфстиллер Будет Бедного Маленького Дедушку Он По-моему Один раз Пощечину Ему Даст А тот Свалится Не Вообще Если Начать С Преимущества И Не дать Быстро Дожить То Просто Зевс Разрывает Действительно Дико Проблема В том Что Зевс Дико Контрится БКБ И здесь Уже Есть Один Герой Который Как Минимум Контрится БКБ Дико К Дико Дико хаоса и умирает просто сразу от хаоса. От хаоса, которому вообще нельзя давать ни в коем случае качаться. Нет, конечно, это надо очень хорошо сечь. Доти, вот у Empire, да, пик. Три таких жидких героя. Вообще, вот очень редко команды берут, что Пак, что Висп, что Котёл. Они же, ну, там, в принципе, Теклинкс у него хоть есть, ну, там, именно Инвиз, да, понятно, что Пакток уже может. Но они все такие вот в 5 на 5 жидкие, и там, мне кажется, Магнус с этой, или Хаос Кнайт, как даст им по лесу. Короче, всё, заканчиваю я в голосовании. Я думаю, все уже успели написать. Смотри, какая дерзость происходит. 849. Подожди, у меня тут конкурсы. Не-не, ты смотри сюда. Да-да-да, вы это все видели, у меня просто камера как раз стоит. Смотри, смотри, смотри. Да давай, убивай, кидай ему стан, что ты ждёшь-то? Одну секунду, почему не прокнуло на 2? Зев, стан, всё, ни хрена не вышло. Пишет, ГГ, и выходит. Нет, не пишет. Блин, вот обидно, что там Вис показался. А Эмпайр ещё в прошлой игре просто это... Это называется... Мы очень круто играем, и нам ни разу не повезло. Просто сразу спаунятся крипы, которые добегают без проблем до центральной линии. Ну, вот эти вот... Мы ещё видели, куда варту поставили. Нет, вард там... А, эти, виртуса-то, да. Нет, не виртуса, а им варту. Ну, я понял, да, куда виртуса поставили вард и разбили им уже. Вот, и... Кстати, варту поставили. Пук он прокрался и заблочил. Да. Да, тяжело было не прокрасться, когда там пятеро в чужом лесу. НС на Зевсе, Крейзи на Магнусе, Ксина и Энигми в лесу, Ресет на Солринг, купил, всё, поехал качаться. На самом деле, виртусам от этого варта ни холодно, ни жарко, потому что, насколько я понимаю, отводы всё равно не планировали делать. Скандал на Клинксе, на Виспе Фаник, Габлак на Котле. Ну, это называется... Разбил Рейнджа, и вместо того, чтобы просто этих Эдолонов куда-то увезти, взял на Фидел одним Эдолончиком. Ну, вот всё... В каждой мелочке что-то не то происходит. Варды поставлены. Так, всё ли в порядке? Ставлю на то, что Санта убьют. Убьют в ближайшие три минуты. Ну, вот. Если... О, боже. Я ставлю на Крейзи. Крейзи первый. Не-не-не-не-не-не, но он слишком толст пока для Клинкса. Да, Крейзи никогда это не мешало. Крейзи умирает на любых героях. Не, ну зря ты вот так вот на это... Да я уже просто на минус морально какой-то. Блин, давать на тебя. Я вот не знаю, как ты вообще столько лет в киберспорте. А что такого? Да, блин, я бы уже... Столько? Виджанул. Да... Не, надо 200 дел до конца. Смотри, НС, НС меняется по ХП с Паком и Пак его сейчас убьет. Это будет вообще просто... Нормально. Смотри, какая стратегия. Блин, он успел. Приколись, он успел вот в доли секунды просто забрать ФБ Хаос. Еще бы чуть-чуть и НС бы умер первый. Но нет. Хаосу достается ФБ. И более того, Пак не получает экспы. Это просто какая-то фантастика. Пруха. Это, видишь, НСу все-таки повезло. Смотри, мы были неправы. Может, сейчас еще Сантеевич покажет экстокласс. Сейчас Санта просто убивает пятерых один. Это, знаешь, как просто в киберспорте столько всего можно смотреться. Я видел столько вещей. Говорю, как там команда проигрывает просто 14-0. Я видел такие там в КСе и идет камбэк там 15-15 и потом бой на равных. Хотя при этом на первой карте они проиграли там 16-1. То есть вот что-то может... Хорош! Хорош! Крейзи! Во, смотри. Слушай, ну, мне кажется, сейчас все будет на стороне... Ну, как бы... Что-то благоволит ВП. Нет, пока я не увижу там 15-ти карт преимущества и 2 снесенной стороны, я не поверю вообще. Думаешь? Да, конечно. Ну, ладно, тогда смотрим. Пока это только начало, это вообще ничего не значит. Смотри, он там за Сантьевичем побежали. Поставил тамбу. Ну, живи, братан. Живет. Нафидел только тамбой, но это мелочи по сравнению с тем, что он мог умереть сам. Молодец, самка. Тамбу 100 или 150 дают? 70. Да ладно. Ну, только что циферка 70 мелькнула. Там, мне кажется, от левела зависит. Мне кажется, это какая-то некачественная тамба была просто. Да и слава богу. Не денежная. Не знаю, может от левела зависит. Может быть... Да нет, по-моему. По-моему, от левела, действительно. НС, на-ка. Да, Паку очень тяжело уходить, конечно, от Нюка Зевса. Там реакция нужна какая-то. Да и все равно Зевса просто его не откинет. Подождет, когда Паку... Ух ты. Просто. Раскалывает череп. Правда, мана кончается. Увы. Купи сапог, НС. Купи сапог. Нет. Ну, пока мне нравится, как у НС все. Ой, у НС, у его больше. Хорош. Вот, смотри, Пака прикончили. Зевс убивает Пака. Получает золото. Зевсу, конечно, нужно какие-то, до каких-то арканцов. Но главное, ему левел получить быстро, чтобы там первая драка, шестой левел. Все-таки он прокаст вносит, конечно, мощный. Вообще жестоко, конечно, в прошлой игре, когда там, мало того, Хаус, Веспом, там, итак, Эмпайр, это связка раздирают еще. Когда там и Чен есть с ультом, это вообще жестокость. Отпустил Хаус Крайта на три уровня, и все, он там непобедим. Это называется, знаешь как, смотришь, типа, на Хаус, такое в паблике бывает, и как мы видим в играх тоже бывает. Сможешь на Хаус, а у него даже ПТ-шка не собрана, мышь. Да ладно, все еще не так плохо. А смотришь на себя, а у тебя вообще ничего нет. Тамба, попытка номер два, оверчардж, пошел, Санта уходит, неужели выживет? Да нет, ты че? Да че не? Да нет, не... Да че нет-то? Да четыре ХП. Блин. Нет, потому что нет. Блин, ну прикинь, у него был уже четыре ХП оставалось. Да, там надо было в сторону как-то уйти, он уже поверил в то, что выжил, все-таки забрали его. Конечно, это стоило огромных усилий, но главное, что забрали. По-илидановски делает Блава, закупает себе рецепт, сейчас накопит на перчатку, будет его Мидос. Достаточно быстрый Мидос, 31 крип, Иллидан не отстает. Магнус. 24, скандал 28. Кстати, смотри, у Хаоса намного серьезнее ГПМ, у него 430 против 330 у Лайфстиллера, а Магнус перефармливает Клинкса. Ну, не сказать, что он прям перефармливает. Наверное, здесь сыграло... А, нет, вот они проводят на равных, вот сейчас на равных. Здесь сыграло то, что Клинкс все-таки умер разок, это очень важно, что ВП смогли это сделать. У Несса 4. Если 4, это значит есть аура, аура, конечно, дико полезная, у Зевса. Прямо такая вот, чем-то пугну, напоминает пак, найдет реген сейчас, заберет его и должен сдохнуть по всем канонам Доты. Зачем реверс полярити-то в этого пака? Ну, боже, крэйзи. Я все время как Несса. У Нессы есть правила всегда. Он говорит, он бесится, знаешь, когда люди экономят скиллы. То есть, у него железнейшее правило, никогда не экономить скиллы, типа, если ты убиваешь, неважно, это 1, 2. Просто понимаешь, в чем дело? Здесь у него было манно, решал, было манно на шок вейв и на реверс полярити. Реверс полярити это 150 урона. Шок вейв, блин, это 300 урона. У пака не было уже арбы, потому что он на ней только что прокатился. Но, возможно, крэйзи не знал, что там нет арбы. Не было шифта. Там просто давай эту волну и убивай. Ну ладно. Причем по опыту Эмпайр все равно впереди. О, паку конец пришел. А и опять Санта убивает лайстиллер. Смотри, там 2. А, нормально. Вот сейчас он нормально. Да нет, там очень тяжело из-за этого замедления. Санта молодец, как-то не теряется. Ну, пак пока финиш. За что мне за Тусанта нравится? Из-за зависимости. Он может просто 3 игры накормить всех зарплатой там на хордлайне, но при этом он, знаешь как, это не теряется. Блин, так тяжело им сейчас пушить просто этого онданга под тамбой. Они вроде толкнули линию, все хорошо, сейчас еще кату загинает. Красавчик, Сантеевич. Все сделал. Пятый левел котел, где-то он там жестко нафармил в лесу. Седьмой лайфстиллер, восьмой Магнус. Блин, Зевсу не хватает. Зевс, Инесс, конечно, бегает по карте. Вот я удивляюсь, как он еще и пользу какой-то, потому что он так много беготни из-за этого Зевса совершает, но ему делать больше нечего. А ему где-то чуть-чуть, вот шестой где-нибудь себе. Да, сейчас пойдет убьет Некса в соло. А, да, туизив просто для Инесса. Магнус находит хосту. Здесь мои какой даблс. Так, вот Эмпайр, когда делают вот такие темы в лесу, в отличие от Фнатиков, они реально как-то поднимаются на них. То есть, если Фнатики такое делали, у них ничего, ну, как-то перефарма такого не было. А потому что Эмпайр играют, Virtus.pro играют без лесника. Вот сейчас Энигма только вышла из леса, хотя нет, с лесником. Вот смотри, когда киллов не было, вот совсем, сколько я говорил, минуту или две назад, лайстиллер назад. Смотри, сейчас будет попытка сделать с Сантой. Тамба, Рейдж, Санта захиливается, Энигма, Блэкхолл, Рейдж, очень далеко находится котел и... Зевс, хорош, здесь же Магнус. Ой, смотри, так там еще Веспец вернется. Да, Реверс Полярити, отвози. привезет. И как раз к возвращению Веспа здесь все готово. А кого он утащил на базу? Крипа, что ли? Там кого-то он утащил. Такое ощущение, что чуть-чуть лайфстилера не успел. По-моему, он не зацепился просто за него, что двое улетели. Такая там как бы две дырочки осталась. И такое ощущение, что он успел прицепиться, но как бы уже к трупу. Такое бывает, знаешь, когда там типа труп на базу тпшится или что-то типа того. Ну, вроде не подвела интуит, вроде как этого. Ну, все. Знаешь, я искренне верю, что ВП выиграет эту карту. Хотя, блин, там скандал со своим этим. Ну, это будет одна из первых побед с Зевсом во второй доте. Я что-то не помню, чтобы с Зевсом кто-то выиграл. О, смотри, поймали Василия. У Зевса просто бонус, что он еще светит Клинкса. Да, и он сейчас просветил всех на карте, на секундочку, увидели. Я думаю, Нес будет вообще по КД ультить, не жалею точно скаллов, потому что Зевс это бесполезнейший герой, если там соберут БКБ. Просто в БКБ он бегает, он не знает, что делать. У него ничего нету против БКБ. Не, ну, всем, понимаешь, БКБ не соберешь, а Зевс тут на самом деле очень и неплох, потому что, я говорю, что Бак, что Дед, что Висп, они очень жидкие. И им-то БКБ-то собирать не будешь. То есть, там, я думаю, кто-то будет, наверное, Пайпец-то все-таки собирать. А, ну, смотри, Савидевичу конец. Тут уже Тамбани спасет, когда такой лайфстиллер. Ну, пережрали. Вот там, тут даже больше, наверное, Висп там наносит какой-то такой критический урон. Говорят, что по ГГ выигрывал на Ви Зевсом, ну, не знаю, я не помню этого. Я... Да кто-то пикал Зевса, и, скорее всего, да, это будет не первая, даже во второй доте победы, но, тем не менее, давненько Зевса у нас не было. Пак. Что делает Пак? А, тут Гуля прилетела, битый Хаос, рвет тизер. Хаос на стиках, ну, живи, нет, там последнюю тычку Пак наносит. Блин. Убивает буквально все уже, Хаос ушел на стиках, но последний вот этот вот выстрел Пак, он же еще очень медленный. Вот просто, за что, вот просто у ВП было две с половиной тысячи преимущества по эксперт, все нормально. Раз, 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 ноль. Да не, но здесь, больше трех тысяч. Здесь реализуют свою комбу грамотно Empire, то есть здесь нельзя сказать, что прям ВП что-то такое сделали из ряда вон, как бы там ВИСП, там ВИСП и ВИСП не очень плохой. Сейчас Ксид когда-нибудь вылезет из леса. Да он же вылезал из леса, а что ему вылезать? Один раз, да, вылезал, по-моему. Что у него вылезать? Смотри, ему до даггера, до даггера 900 денег. Я не уверен, что здесь он будет даггер собирать. Почему нет? Ну, потому что много чего сбивает. Смотри, смотри, опять что делает. Да, и просветил как раз сейчас Зевс, вот это очень хорошо было. Врубил барабан и Зевс дал просветочку, ну, с помощью ульта. Увидел пака, рифт и убил спокойно, очень хорошо сыграно. Вот здесь как раз агрессия не смотрится излишней. Я говорю, НС не будет экономить вообще эту хрень. Там упак 8 секунд осталось до ульта. Ой-ой-ой. Вот смотри, сейчас упак сейчас ультанет и прыгнут. А, не, хорошо он убежал. Смотри, поймал крейзи говлака. И не убьет его с Реос Полярити, потому что с Кьюера не было, не было нечем отвезти и Даггер только-только прилетел. Блин, Магнус, конечно, свою ульту чуть-чуть нужно. В начале игры, ладно, это даже хорошо, но там заультил, не попал, заультил, убил. Уже, когда к мидгейму подходить, главное, вот, знаешь, не войти в этот раш, потому что, ну, не впервые уже в ВП входить в какой-то раш и делать хрень. Просто, главное вовремя остановиться и понять, что ульта Магнуса просто так не должна быть потрачена в мидгейме. Смотри, там в инвизе пак, а он не в инвизе, он в смаке, да. И здесь сентрики стоят, к тому же, здесь все видно абсолютно. Крейзи смотрит и видит. Ну да, тут уже все у скандалу, что вообще пару сотен осталось. Рейдж лайфстилера. Очень-очень такая Сайланс вешает пак ни по кому не попадает. Магнус какой-то, блин, битый. Висп очень-очень хорошо вот этих вот шарики накручивает, сбивает там даггер, дает разведку, то есть видно, что к чему вообще. Зевса опять откатил ультимейт. Конечно, Зевсу бы зарядить. Котел накачивает. Неужели не видит? Сейчас просто отпустят. Крейзи получит свой урон. Очень большой урон на Крейзи. И он так чуть-чуть не боится ничего. Не, игра еще вся впереди абсолютно. Это только начало. Я бы даже не сказал, что у ВП какое-то преимущество. Хотя по графикам его в принципе нет. Сейчас маленькое преимущество по 500 у Эмпайр. При счете 10-5 казалось бы. За ВП играет то, что у них два жестких дизейбла. Ну, Хаос уже топор себе наточил. Чего ему осталось-то? 2 700 не, 2 700 еще-то только время. До хрена. Магнус забирает ДД. А Крейзи, конечно, руны хорошо контролит. Молодец. Тяжелая. Смотри, без Магнуса один, а вот сейчас... Да, и Магнусу сюда никак не влететь. А здесь все уже готово. Лайфстиллер с армлетом, с фейзами, Клинкс. Интересно, Клинксы видели? Не-не, вряд ли. У Клинкса орчит уже, ничего себе. стремный расклад. Магнус влетает. Салоп очень вовремя вешает пак, и кого он сгрызает? Он сгрызает Магнуса. Хорош, добивает Энигма в погоне за ЦК. ЦК здесь... ЦК не выживет вообще. ЦК не выживет скорее всего. Пытается уйти куда-то. Сейчас улетит Лайфстиллер, дает за медло. Нужно, наверное, фантазм. Ну, хотя, не будет фантазм даже использовать. Да, вот это драка. Из-за самого неплохого расклада, да, вот в начале. Он вообще не был. Просто там вот, знаешь, как-то пахло расположением. Это знаешь, что это называется? Это называется, кто начинает драку, тот ее выигрывает. Когда у Магнуса есть даггер, но не он влетает, а на него влетают, он ничего не может сделать. На него влетает пак, дает ему сало, все, Магнус мертвый. Магнус не скастовал ультимейт, Энигма не скастовал ультимейт. Ну, о чем может быть речь? Когда у тебя Магнус с даггером, ну, встань ты где-нибудь, я не знаю, подальше. Просто не умение правильно стоять перед дракой относительно того, как играют Эмпайр. Эмпайр встали гораздо лучше, сделали все гораздо лучше. Зевс. Ну да, и вроде почувствовали. 1500 урона, стики, Магнус, влетает, реверс полярити вдвоих, давай, блин, Энигма, вот это блокпол. Вот это хороший ультет все-таки. Опа, и в гости лайфстиллера. Минус, лайфстиллер, сел в идолончика, Энигма тут без кп, вылезает, лайфстиллер, и зря он это делает. Минус, лайфстиллер, Эмпайр что-то решили нафидить. Эх, чуть-чуть не достал. Да, Энигма там еще, там получилось очень плохо, сделал все габлак, в плане чего? В плане того, что Энигма кастовала блокхол, а он ее блайндинлайтом откинул, но это скилл, который как бы отбрасывает, но не сбивает ченнелинг с пылы. Он ее откинул, и ее вообще там было никак не достать, если, ну я правда не уверен, что у кого-то что-то было вообще. Ну там может как-то визп тизером дотянулся, или что-то еще, а тут получилось, Энигма вообще черт знает где сидит. Не, ну, сейчас кси все очень красиво сделал, и Крэйзи тот же там нормально. Сайленс, Магнус умирает, Виз правда тоже умирает в размен, фортификейшн не дают добить вышку, нужно ее заденайть, хорошо, вышку заденайли, именно за это была драка, кривой рифт, ой, кривой от пака Иллюжия Реорб, убивая от пака, два в один размен, здесь хорошо, здесь наверное Фаник погорячился, не стоило за эту вышку вылетать, да, они убили Магнуса, но потеряли двоих, и вышку-то они так и не забрали. Мне всегда очень нравятся комментарии, знаешь, как в пабе, и как когда эксперты доста-трифеда... Да, эксперты сегодня вообще так сильно активизировались, видимо из-за того, что много народу на трансляции, экспертов просто перебор. Смотри, Рошан, ну да, да, все как в пабе, как могли у Дигнитас выиграть, блин, ну если такие сильные, все же мешает, участвуйте, приедьте и будьте лучше. Ну вот этот Рошан что-то, конечно, теперь Лайфстиллер будет вооружен. Ну да, будем объективно, не хватает, конечно, пока что-то ПВП. 6-2, хаос, на этот раз покажет все гораздо лучше у Элидана, чем у Блавы, дай бог, дай бог, я включаю, в общем, при этом, при этом, при счете даже 15-10, так, ну, казалось, все равно проигрывают по 3000. А, а есть, скажи мне, я могу как-то это отключить, вот, чат, чтобы глупцов какой? Внутри игры у тебя, что ли, в Dota.Tro чат? Да, да, да. Конечно, нажимаешь на глазик справа вверху, и там чат зрителей. А, все, вижу. Естественно, его нужно отключать, потому что фильтра неадекватов, к сожалению, в том чатике нету. И, как бы, даже если кто-то там 100 нормальных пользователей что-то пишет, находится среди них 5, которые пишут какую-то ересь откровенную, все это выглядит очень неприлично. Клинк сломает с Аегисом спокойно вышку, ему никто не мешает. Там врыв на Хаус Найт, а Хаус Найт пытается как-то спастись. Не, никак не спастись. Уходит, уходит. А ушел он, да? Мне казалось, его откинули. Его откинул Свет Котла, Свет Котла не сбивает Ченлинг с ПЛА и т.п. Приятненько. Вот так же было на миде с Энигмой, он ее тоже откинул, а Блэкхол все равно кастовался. Он так раньше был с Хуком Пуджа, по-моему, сейчас Хук Пуджа сбивает. Правда, я не уверен, союзный Хук сбивает все-таки БХ или не сбивает. Так ни разу и не тестил. А то бывало такое, когда Энигма там кастует Блэкхол, его вытягивает Пудж, и вообще этот Блэкхол ничем не сбить, потому что она где-то в другом месте уже кастует этот Блэкхол, а Блэкхол продолжает засасывать. Опять у Эмпайр посмотрите, какие ворды. Вот просто вообще вот около вышек всех. Ну, ВП, правда, тоже поставили вардики такие оборонительные, но у них же нет виспа. Хаос. Что у нас у Хаоса? У Хаоса почти БКБ, у Лайфстилера изолятор. У Энигмы Мека. Да, Лайфстилер серьезно просто переформил. Энигме здесь нужно БКБ, никаких тагеров здесь не нужно, потому что... О, кстати, Гем у Магнуса это очень важный момент, его главное не слить сейчас, потому что позбивали ворды. Тут неприятность заключается в Айдеге все у... Виклиник Санто. Санто успевает все поставить тут же, кастует, Зевс, Мека не успевает войти в Санто, и виспа здесь не догонит, хотя... Догонит. Хорош. Это важно, это очень важно. Психологически находят котла, котел... Сюда же Пака притягивает, у Энигмы есть все, еще Блэкхолл, но Энигму отрезают очень жестко, сейчас будет Сал, Энигма уходит, блин, да как так ты в эту орбу-то попал, господи, сделай ты шаг в другую сторону. Ну, конечно, орб был тоже четко очень кинут. И вот так вот под шумок при счете 16-13 7500 проигрыш. Я тебя очень прошу, не шелести. Не шесть, чего больше? Блин, фортифик... Я сижу, прожимаю фортификейшн, думаю, чё он не прожимается? Иногда забываешь, что ты не в игре. Чё-то моя интуиция меня подводит. Да опять же, нету никакого преимущества, абсолютно никакого преимущества в Империи. Ну, сейчас-то да, уже десятка. Ну, всё абсолютно... Ничего себе нету преимущества. Всё абсолютно в драках. Ну, а что, а когда его не было, что они что-то делали в драках? Они все драки проигрывали просто позиционно. Все чёрт знает где. Энигма справа, хаос слева, кто-то вообще наверху, пак в результате, в итоге пак, который умер, сколько умер он? Шесть раз умер за игру. Он влетает, инициирует так, что ВП ничего не могут сделать. Смотри, габлака сейчас это... Габлак уже, по-моему, совсем офигел. Он тут фармит чужой лес. Андайн, хорошо, Андайн сгрызает лайфстиллер слишком быстро. Хороший ульт от Зевса. Висп всё равно продолжает жить, стан в Клинкса. Шо, Малифайз в Клинкса. Блин, вот сало вообще, да? Я говорю, пак просто отлично играет. Зевс, хорош. Зевс уйдёт. Блэкпол отличный, просто отлично, но мега входит. Клинкс, в Клинкса залезает, лайфстиллер вылезает, снимает Энигму. всё делает Эмпайр. Просто любо-дорого посмотреть, а ВП не хватает. Смотри, там просто 100 ХП, в Лайфстиллер 50. Ну, хоть это, выложил кем, разбил. У тебя разбил кем, да? Молодец. Нет, ну просто... Ой, сейчас ещё на базе поймают Несса. Да, не даёт опомниться. Ну всё, это ГГ. Я думаю, шансов здесь уже у ВП практически никаких нет, потому что там Клинкс сейчас будет с БКБ. Зевсу вообще ничего не пробить. Да и Веспа он даже не пробивает уже своим прокастом. Вот реально, сейчас опять все там будут ванить на этого Зевса, но как бы это было не смешно, игра была проиграна отнюдь не в пике. Когда просто ты видишь, насколько всё круто делает Эмпайр, и как сильно не хватает ВП, не сказать, что прям вот в последней драке сделали они всё отвратно. Ну, здесь уже не хватило денег, до этого не хватило позиционирования грамотно, до этого ещё чего-то не хватило. Да, Эмпайр лучше. и у Лайстилера уже тоже Архид. Ну, грусть-печаль, ладно, соглашусь. Я, конечно, не буду делать стопроцентно таких заявлений, но мне кажется, если поменять их местами сейчас, в пике, то УВП тоже шансов будет крайне мало. Потому что там ПАК умрёт не шесть раз, а двенадцать. Ну, в общем, я расстроен, короче. Там вопрос был, почему не было ульта Магнуса в том замесе, а потому что там ПАК всё хитро сделал, подкрался к Магнусу и прям так, лолками. Хорошо, всё видит, но ПАК опять успевает влететь, синициировать. Энигма, без БХ, Зевс умирает, Висп, нужно его убить, убивает Виспа, Тамбу грызёт, лайфстилер, хорошо её сгрызает, Куру можно убить, не, Магнус просто бегает в саля. Ну, ну да, и там это ГГ. Вопрос, как же, что же делать Магнусу в такой ситуации? Да Магнус для этого и покупает даггер, чтобы на него первым не вешали сало. Он должен ворваться и первый дать проказ. Но опять же, это очень легко сказать, но на деле сделать это гораздо сложнее. Это нужно просто лучше играть. К сожалению, сегодня ВП. Ну да, там уже Клинкс нарезает, конечно, просто шестоко. Не, ну а как сегодня ВП? ВП-то какого? И вчера, и сегодня они всё нормально делают, но только вот с Империей немножко у них не получается. Да. Ну, я говорю, это очень психологически, потому что смотрел, что там пишут, там, НС в тильте, а он когда уже начинает расстраиваться, я не помню, чтобы когда НС расстроен, что-то выиграло. Ну, знаешь, в таком случае, если это тиммейт и знают его, что если НС расстраивается и всё очень плохо, то не нужно опаздывать на игры на 15 минут, там где-то просыпаясь с выключенным телефоном, чтобы до тебя вообще было не дозвониться. Я, конечно, может, чего-то не знаю, но, по-моему, игроку так поступать вообще не стоит. Тем более, что со вчера было известно, и никакой инфы не было, что Крейзи может опоздать. Выкупается Клинкс, уже бежит обратно, минус Магнус, минус Зевс. Лайфстиллер, тут... Лайфстиллер еще и может выжить. Нет! А, ты понял, какой Иллидан сейчас это... Он притянул его таким образом, что сам оказался за стенкой. Нормально. Ну, это не помогает ему лужить. Все умирают. ГГ, ВП, Грац, премьер-лига, чемпион третьего сезона премьер-лиги Эмпайр. Твою мать! А где там по призам? Да там не такие большие призы, не такая большая разница. Я точно тебе могу сказать. Но они только что играли за тысячу долларов. За тысячу долларов, да. И прошлый матч тоже был там за тысячу долларов. Ну, да. Ну, а хоть двух подняли. Ну, вот пока вот явно сильнее, да, там, империи. Заметь, из европейских команд нет, кто там ВП так стабильно... Вот стабильно именно нету. Наверное, тяжело сказать. Наверное, всех стабильно нагибают, но... приятненько. Из европейских команд я бы сказал, что, ну, все-таки, да, в премьер-лиге русский финал, это все-таки приятно. Блин, как тебе удается быть так позитивно настроенным? Я вообще в шоке. Конечно, я все понимаю, что, как бы, ничего трагичного, но... не, а, ну, о чем грустить-то, собственно? Да это... это... приходит... броня приходит с возрастом... Игра не окончена? Тихо, мне сказали, что игра не окончена, пока трон не сломает. А, нет, все. 27-22. Слушай, ну, это попроси кого-нибудь, там, то есть, ну, так, соответственно, два приза, да, надо будет выслать? Да, да. Не, мы можем, конечно, посидеть сейчас. Да ее, моя ручка даже не пишет. Что за день-то сегодня такой? 27-22. Бан. Не, вот как болельщик, конечно, вот это... Лекс, вот он,